В Омске прошел 9-й фестиваль единоборств. Крупное спортивное событие состоялось при поддержке губернатора региона Александра Буркова. Церемония открытия началась с хореографического пролога «Россия». Фестиваль объединил под своими знаменами 14 видов единоборств. С приветственным словом к спортсменам и гостям события обратились первый заместитель министра спорта региона Иван Колесник и исполнительный директор Омского филиала Российского союза боевых искусств Алексей Резников. Сегодня мы проводим замечательный фестиваль, который собрал под свои знамена 25 федераций. Именно единоборство, неважно, это бокс, борьба, декландо, смешанное единоборство, это школа мужества для настоящих мужчин, для настоящих патриотов, и это очень важно. Они приливают такие качества, как воля к победе, как умение преодолевать сложности, терпеть боль, преодолевать себя. И, конечно, здорово, что у нас так много в регионе школ, которые развивают различные дисциплины. Хорошей традицией фестиваля стало выступление юных бойцов спортивно-патриотического клуба «Десантник». Они представили композицию, в которой продемонстрировали технику исполнения приемов рукопашного боя. Сегодня мы представляли рукопашный бой. Этот вид спорта развивает много классных приемов физической силы. Это в будущем пригодится вооруженных силам. Украшением фестиваля стала серия поединков по нескольким видам единоборств, которые прошли на татами, в ринге и в октагоне. Андрей Герасимов из клуба «Десантник» взял верх схватки по рукопашному бою. В поединке по «Савату» разыгрывалась путевка на Кубок России. Ее завоевал Никита Нефедов. Кикбоксеры представили один из финальных поединков традиционного турнира на Кубок Ермака. Единогласным решением судей победу одержал Данила Бельевский. Кикбоксинг замечательный. В нем задействовано множество комбинаций, множество ударов. Сегодня получился бэкфрис, зашел хай-тик. И соперник тоже был очень хорошим. Ему большое уважение. В октагоне состоялся поединок по ММА между Александром Колесниковым из школы единоборств «Шторм» и Арменом Асатрианом из клуба «Ермак». Спортсмены умело атаковали в стойке, изобретательно боролись партери. С перевесом в 3 балла 30-27 победу одержал боец школы Александр Шлеменко. Я рад, что получился такой красивый зрелищный поединок. Соперник был очень достойный. Я занимаюсь ММА уже 7 лет в школе «Шторм» Александра Шлеменко. Я очень благодарен своим тренерам Алексею Гриско, Дубинину Игорю и самому главному наставнику Александру Павловичу Шлеменко. В бою у меня получалась больше всего борьба, контроль у стенки и проход в две ноги. Зрелищную программу представили спортсмены Федерации Восточного Боевого Единоборства. Они показали основные дисциплины своего вида – поединки на нунчаку и японский рукопашный бой «Ниппон-кэмпо». Отличную технику продемонстрируют представители классических видов единоборств. Дзюдоисты показали броски через бедро и подсечки, самбисты – боковые перевороты и броски через плечи мельница, борцы греко-римского стиля, приемы из арсенала чемпионов мира и Олимпийских игр. Самым массовым получилось выступление представителей Омского союза каратэ. Спортсмены показали высокое мастерство при выполнении комплекса упражнений базовой техники ката и элементы свободного поединка кумите. Заключительным аккордом фестиваля стало выступление команды Федерации Тхаквандо МФТ. Они представили технический комплекс из ударов и блоков с элементами дыхательной гимнастики и блеснули мастерством разбивания твердых предметов. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова